Ну что, мы продолжаем говорить о красоте и интересных людях. Знали ли вы, что керамика это не просто посуда, но еще и арт-объект? Герой нашего следующего сюжета делает из нее не только интересные вазы, но и дизайнерские тарелки. А, он еще и выставки устраивает с этими произведениями искусства. Я бы, кстати, с такой выставки себе парочку объектов бы домой прихватила. А я бы себе попробовал в гончарстве. Так вот это делается потом. Давайте смотреть сюжет. Прекрати. Какие изделия из глины уместны в доме? Первое, что приходит на ум – посуда. Однако возможности современной керамики гораздо шире. И в этой мастерской стремятся сломать все стереотипы. Люди, как я занимаюсь керамикой, говорят, что это гладчика, что я делаю. Я уже там працюю 20 лет, и у меня там и выставки, и скульптура, и знакомые там. Это думающие просто любого, любого, любого. Юрий Мирко родом из легендарного села Апошня Полтавской области. Это сердце украинской керамики. Он действительно начинал с посуды. Причем делал ее на заказ для киевских дизайнеров. Но однажды понял, что нужно двигаться дальше. Знаете, в жизни бывают такие моменты, когда жизнь потребует изменений. И вот настал такой час, друг, дизайнер, открыть майстерню в Киеве. Ними не совсем склалось по определенным обстоятельствам, и появился Богдан. Именно вместе с творческим руководителем Богданом Кривошеей Юрий открыл эту мастерскую. И партнеры решили, что будут отличаться от всех. То есть делать посуду и интерьерный декор для потребностей других архитекторов и дизайнеров. Это то, что дает мастерской средства к существованию. Но основные усилия Юрия и Богдана направлены именно на продвижение арт-керамики. Можно сказать, что у нас такой бизнес в стиле фанк, трешечки. Когда мы уходим в более творческий напрямок и делаем меньше каких-то коммерсийных замовлений. То есть для меня важно продать не просто декор, а эмоцию. Потому что, на самом деле, людям не нужны какие-то материальные вещи, им нужны эмоции. И поэтому на самом деле мастерство – это то, что дает эмоцию. Например, вот этот керамический арт-объект может украсить любой зал, но одновременно несет и содержание. Этот объект репрезентует баланс. Он стоит на прямом прямокутнике, сфера. То есть он вызывает спокойствие. Вторая часть этого объекта – такой же самый прямокутный подъем. Но сфера будет стоять трешечки на бок и будет таким образом зафиксирована. Поэтому мы хотим показать, как можно легко вести человека в какой-то неспокойный стан. По замыслу Богдана, неровно стоящую сферу человеку захочется подхватить или поправить. Прикоснуться к ней необычная пузырчатая поверхность вызовет уже другие тактильные ощущения. Юрий Мерко любит оставлять грубые необработанные поверхности. И почти не пользуется гончарным кругом, чтобы его изделия точно не казались фабричными. Этому методу работы с глиной уже тысячи лет. Но возможности не ограничены, уверяет Юрий. Он создает целые коллекции керамических скульптур. А Богдан подает их на престижные европейские экспозиции и встречает неподдельный интерес. У Европы очень сильно смотрится на то, что происходит в посрединственном мире. Что касается мастерства, крафта или дизайна. В других культурных контекстах они понимают, что в этом холосе начинают наружаться какие-то крутые дизайнеры, архитекторы, идеи и так далее. Но Юрий при этом не хочет следовать трендам современного искусства. Он ставит себе другие цели. Сейчас на мастерстве есть проблема, что эмоции негативные часто передают. Або эмоции, которые загоняют, без выехания. Но моя цель моего мастерства, моя творчество, чтобы помочь людям стать счастливей. Юрий хочет организовать выставку и для украинцев. В ней будет множество необычных предметов, сделанных из керамики и совершенно не похожих на керамику. Все, чтобы пошатнуть, наконец, стереотипы о глэчиках.